Восстание Семенолов По книге Курта Брэндона Оператор Генри Фрейлич Художники-постановщики Поль Пальвентола и Сидни Клиффорд Композитор Михаил Бокалейников Монтаж Джером Томпс Продюсер Сэм Кацман Режиссер Эрл Белами Это богатая страна, часть Техаса Дикая, просторная, прекрасная, непаханная Хорошее место, возможно, но В 1855 году сюда стали стекаться индейцы Желающие жить спокойно Так продолжалось, пока здесь не появился черный кот Индейцы перестали соблюдать мир Черный кот был особенным Он учился по книгам в американской школе Потому что вел происхождение Как от краснокожих, так и от белых Как говорил полковник Роберт Ли Черный кот был наполовину индейц Наполовину дьявол Но если учесть, как ему удавалось Обводить вокруг пальца кавалерию США Я полагаю, он был настоящим дьяволом На каждом армейском посту в Техасе знали Что черный кот скрывается в горах Где-то в 50 милях к северу От того места, где находились мы Вот почему полковник Роберт Ли Послал за мной лейтенантом, вызывая Форт Мейсон Я остался снаружи Натачивая свой нож Боуи А лейтенант отправился внутрь Получить задание Гляжу, нет энтузиазма, лейтенант Нет, сэр Вы предельно честны Просто я плохой дипломат-полковник Иначе бы остался в Вестпойнте Тогда бы я и не послал за вами С тех пор, как черный кот Вырвался из флоридской резервации Семенолов и прибыл в Техас Мы пытаемся поймать его Знаю, сэр Вы также знаете, что он где-то в горах Слышал об этом Лейтенант, вы с черным котом знакомы с детства Вы знаете его привычки и как он сражается Мне нужен черный кот И только вы способны взять его Это все, сэр? Нет, у вас не должно остаться симпатик к этому полукровке Особенно после того, что он отворил на севере Черный кот сражается за свою жизнь, сэр Но он идет не тем путем, ему не победить Значит, вы считаете, что он не прав? Так же, что я не тот, кого стоит посылать в Форт Кларк Значит, отказываетесь служить под началом полковника Ханна? Или это из-за его дочери? Вижу, вы слышали о том случае Полковник Ханна прежде всего военный Вы можете полностью доверять друг другу Как скажете, сэр? Форт Кларк, ближайший пост к горам Приказ уже отправлен Ваши люди присоединятся к вам в Кларке Ваша задача захватить черного кота В этом регионе не будет спокойно, пока черный кот не мертв Или не возвращен в резервацию Это все Спасибо, сэр Еще кое-что Сьюзан Ханна помолвлена с другим человеком Нам больше не нужны неприятности по этому поводу Полковник, если говорить об этом, учтите Я сам наполовину индейц, наполовину белый Как и черный кот Скажем так, мисс Ханна не знает, чего сама хочет В любом случае, от меня неприятности не будет, сэр Сэр, он должен отправиться под арест За то, что так разговаривал с командиром Вам нужны манеры или черный кот? Поговоришь со мной, Кэм? Или собираешься уезжать до 4 утра Ты интересовался по поводу Сьюзан Ханны? Вот если бы я был бы моложе, то ради дочери полковника Хотел бы быть покрасивей Рад, что ты не помоложе, не красивей В свое время я знал женщин Насчет них понял одно Все, что от них можно дождаться, так это яду Вот из-за таких красавчиков, как ты, девушки могут на минутку удариться в романтику Которые потом оборачиваются смертельным страхом Каби, я больше ничего не хочу слышать о Сьюзан Ханна Дай поспать Ты ведешь себя так же и с лошадью Вы такие друзья, будто помолвлены Но лошадь не может так думать Отстань, а! Когда индейец хочет скво, он берет ее А ты очень хочешь Сьюзан Кэм Но может ты винишь себя, что когда мог, не овладел ею Послушай, Каби, хватит уже Забудем об этом Раньше этим ножом владел Джим Боуи Я нашел его у Алама Он был грязный и ржавый И выглядел, как никуда не годная железка А теперь взгляни на него Блестит, как новенькая монетка Это все из-за полировки Нужна полировка Я про то хочу сказать, что все между тобой и Сьюзан Слишком заржавело Лучше присасывайся к виске Свежей воды больше не будет до деревни Липанов Вот это можно За деньги, любовь и сохранность твоего скальпа Это важно для любого, кто в армии Ничего не осталось Никто не выжил Кому-то-то и не очень хотелось Оставлять живых Глянь, стрела Семенолов А этот, похоже, был убит пулей Рана огнестрельная Думаешь, это сулит еще больше неприятности? Похоже на то Черный кот никого не пощадил С чего бы? Это было не просто нападение Тут была большая деревня И хотел бы знать, куда они все делись Семенолы иногда, бывает, берут пленников В горах черный кот едва ли сможет прокормить и своих-то воинов Да, но как иначе? Исчезла целая деревня Были ли Липаны в дружбе с Белыми? По моим сведениям, они даже продавали зерное мясо Форт Кларк Отсюда до Форта Кларк 25 миль Думаешь, черный кот столь силен, что добрался сюда? Думаю, да Дымовые сигналы Они заметили нас Тут открытое место А вон оттуда им ответили Должно быть там лагерь черного кота На перевале Дьявола? Но мы же там проезжали и ничего не видели Ни следов, ни костров, ни лошадиного навоза Ничего Но они там Не знаю как, но они там И в полной боевой готовности Глянь, у нас компания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Больно? Нет. У этой лошади похож глаза от слепого кролика. Споткнулась на ровном месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не ожидал от себя, что звуки горна могут ласкать так мой слух. Конечно, мы знали, что к нам на помощь спешит один из армейских офицеров, но не предполагали, что им окажется именно он. Капитан Фил Дадли. Спасибо, капитан. К вашим услугам, лейтенант Эллиот. Мы тут патрулируем. Похоже, кое-кто из воинов черного кота не хотел, чтобы мы добрались до форта Кларк. Думаю, черный кот знает, что его братец тут. Может быть, в отличие от меня, у капитана есть доказательства, что я его брат? Вряд ли, лейтенант. Вам лучше ехать в форт Кларк, незамедлительно. Конечно, капитан. КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуй, Филипп. Лейтенант Эллиот. Мисс Ханна. Прежде чем встретитесь с полковником Ханна, нам лучше поговорить. Просто держитесь от меня подальше, Дадли. А я буду держаться от вас. И Сьюзан. Дружеская компания собралась, капитан. Лейтенант Эллиот, сэр. Хорошо, сержант. Рад, что вы снова с нами, лейтенант. Спасибо, полковник. Мой приказ. Полковник Лей пишет, что ваш отряд приедет к нам сегодня к ночи. Так точно, сэр. У нас не слишком много места. Никто не предполагал, что тут соберется столько людей. Я вынужден разместить вас в одной комнате с двумя другими офицерами. Пусть будет так. С черным котом я постараюсь покончить как можно быстрее. Будьте уверены, я и капитан Дадли окажем вам полное содействие. Спасибо, сэр. Мы с капитаном Дадли поладим. По крайней мере, я на это надеюсь. Но он не из тех, кто все легко забывает. А вот я полностью оставил прошлое в прошлом. И Сьюзан тоже. Понимаете, она рассказала мне правду. Правду, сэр. Она признала, что попросила вас той ночью уехать из форта. И то, что случилось, было ее так же виной, как и вашей. А это все объясняет связанное со Сьюзан. Нелегко мужчине догадаться, чего хочет девушка и чего она ожидает. Сэр, у Сьюзан не было никакой причины. Моя дочь живет в армейском лагере всю жизнь. Она своенравна, но она не дура. Просто давайте скажем, что она была не в себе, и забудем это дело. Спасибо, сэр. Теперь она помолвлена с капитаном Дадли. На этом все. Да, сэр. Полковник, какие-то парни отстреляли замок, сбились с ног охранника и кричали о пленнике. Они ворвались внутрь. Уилсон. Даже не пытайтесь нас арестовать. Он заплатил нам за это. И у него есть полное право. Индейцы похитили его жену и ребенка. У Уилсона есть это право. Их тела так и не смогли найти. Если даже они попали к черному коту живыми, их все равно можно считать мертвыми. Насколько он плох? В голове индейца пуля, полковник. Сержант, отнесите его к доктору. Есть, сэр. Этот пленник один из людей черного кота. Мы рассчитывали получить от него информацию. Но теперь он ничего не расскажет. Вы и так три дня держали его под замком. О чем вы думали? Уилсона с трудом можно винить, сэр. С его семьей такое случилось. Могу я сказать, сэр? Ситуация с черным котом в ваших руках, лейтенант. Все пленные, кого мы уберем, находятся под нашей защитой. Это армейский закон. Убьете индейца, я прослежу, чтобы вас повесили. Кто вы такой? Опустите оружие, я скажу. Держитесь подальше все. Мы покидаем форт. Покинете без оружия. Мы простые люди, солдат. Мы не подчиняемся вам. Теперь мы можем поговорить. Бесполезно брать эту штуку в такие руки. В горах происходит очень многое, о чем вы и не знаете. Но это касается всех нас. Абсолютно всех. А не только вас и ваших проблем. Откуда вы? У меня ранчо у водопоя койотов. Оставайтесь там. И не вставайте на моем пути. Если ваша жена и сын живы, мы вернем их. А теперь все. Уходите. Уилсон поставляет значительную часть провизии для нашего форта, сэр. Он заслуживает к себе лучшего отношения. Он получает плату за это, капитан. У нас был шанс покончить с черным котом, капитан. Верно? Теперь нам приказано содействовать лейтенанту Эллиоту. Да, сэр. Обычно, когда прибывает новый офицер, его первый ужин проходит при штабе. Ну, я... Конечно, лейтенант придет. Мы будем его ждать. А я пока посмотрю, чего вкусненького можно найти для ужина. Я готовлю для моего отца. Я кое-чего умею, кроме того, чтобы втягивать мужчин в неприятности. Есть много важных вещей, которые нам надо обсудить. Полковник, если у вас есть время... Разумеется, лейтенант. Часть оружия, примененного в деревне, семенолы где-то раздобыли. Боюсь, черный кот не просто скрывается от вас, полковник. Да, огнестрельное оружие. Где он его достал, я не знаю. Боюсь, пока мы не подберемся к нему вплотную, так и не узнаем. Один человек может знать. Это жена Уилсона. Если она еще жива, конечно. Находясь в плену, она бы могла многое узнать. Святые небеса, лейтенант. Мы обыскали все горы, пытаясь ее обнаружить. Нужно просто захватить кое-каких людей черного кота, и он захочет обвинять их. Он сделает все, чтобы вырвать их из наших рук. Вы думаете, черный кот на самом деле на перевале дьявола, лейтенант? Да, сэр. Вы сможете представить ваш план к вечеру? У меня есть возможность сегодня поизучать ваши карты, сэр. Вот они, лейтенант. Все, что есть. Спасибо, сэр. По поводу плана, лейтенант. Он не сработает, если вы не одурачите черного кота вашим маневром. У нас нет другого выбора, сэр. Отряд будет представлять для него угрозу. Он будет вынужден выйти и атаковать. И перевал дьявола останется плохо защищен. Тем временем капитан Дадли отправится к нему и захватит заложников. Если ваши люди прибудут к ночи, вы выступаете с рассветом? Так точно, сэр. С этим должно быть покончено, Эллиот, пока не обернулось это неприятностями. Мне нечего сказать, сэр. Она готова взорваться, как и вы. А также Дадли. Дадли хотел убить вас из-за событий той ночи. Если он снова потеряет самобладание, я за него не отвечаю. У капитана больше нет причин волноваться. В самом деле? Хотел бы я быть так уверен. Человек, о котором мы говорим в долгах. Он как родник, который заваливает камнями. Он сам в этом виноват. Да, я знаю. Единственное, что откладывает свадьбу, это его долги. Сьюзан настаивает, чтобы они были сначала оплачены. Каждый день все это больше раздражает. Когда вы здесь, он может. Хотя, кто знает. Вы для нее кое-что значите, Кэм. Искушение, возможно. Это опасно может быть. Она выросла среди опасностей. Но во что бы то ни стало, ее подлинные чувства принадлежат Дадли. Она в себе не уверена. Кэм, если вы ухудшаете ее отношение с Дадли, то держитесь от нее подальше. Я уже ухудшил их. Будьте честны, сын мой. Вы любите ее? Я не знаю. Я знаю лишь то, что хочу ее внимания. А почему не знаю? Может быть, любовь просто не мое. Спасибо за честность. Возможно, это объясняет и чувства Сьюзан. Да, сэр. Лейтенант, вы посылаете капитана Дадли на перевал дьявола с небольшим отрядом. Если ваш план провалится, его могут убить. А обвинят в этом вас. Я уже думал об этом, сэр. И все же хотите сделать так? Он солдат, сэр. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы он не был убит. Доброй ночи, сэр. Доброй ночи. Закончили с отцом? Да. Вы долго разговаривали? Да, долго. Он хотел знать, люблю ли я тебя. Несколько поздновато для такого вопроса. Что ты сказал ему? Немного. Переадресовал к Дадли. Кэм. Почему ты не попросил выйти за тебя, прежде чем это все началось? Дочери полковников не выходят за полукровок. Но ты любил меня. Любой мужчина поступил бы так же. Спасибо. Думаю, это комплимент. Думаешь, если мы сражаемся с индейцами, я ненавижу их? У меня нет ненависти даже к черному коту. Я могу понять, почему он сражается. И папа тоже. Они должны понять и нас. Больше бы людей думало так же. И не было бы войн с индейцами. Это большая страна, Кэм. Тут найдется место для каждого. Плохо, что черный кот не может слышать тебя. Сейчас более важно, что ты услышал меня. Если я поцелую тебя сейчас, все начнется снова. А разве не так должно быть? Ответ у Дадли. Кэм. Эскадрон! Стой! Они вовремя. Может быть, так и нужно. Вы сделали это, Крис. Я сказал парням, что вы сумели. Они ответили, что сделают все, что смог офицер. Были какие-нибудь проблемы? Нет, только несколько гремучих змей. Лейтенант, познакомьтесь с моим братом Тони. Только что подписался в Сан-Антонио. Добро пожаловать, Тони. Спасибо, сэр. Что в чехле? Скрипка. Он хорошо играет. Это его профессия. Он присоединился к армии в качестве хобби. Сержант! Полковник Ханна, разрешите представить сержанта Криса Занобу. Капитан Дадли. Сержант Крис Заноба. У нас не слишком много места, сержант. Как-нибудь разместитесь сами в казарме. Есть, сэр. Это все. Вы в распоряжении лейтенанта Эллиота. Очень хорошо, сэр. Вперед! Марш! Я пойду помочь людям устроиться, если вы, сэр, введете капитана в курс наших дел. Хорошо. Спокойной ночи, лейтенант. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, капитан. Капитан Дадли. Лейтенант Эллиот спланировал, что вы захватите заложников. Если справитесь, я представлю вас к мне очередному званию. Есть, сэр. Спокойной ночи. Спокойной ночи, полковник. Мы отправились на запад, не теряя времени. Если у черного кота есть огнестрельное оружие, значит, у нас времени в обрез. Мы ставили ловушку и прилагали себя в качестве приманки. Стой! Тут мы разделимся, капитан. Не выходите на перевал дьявола, пока не услышите стрельбу. Так вы узнаете, что черный кот напал на нас. Удачи, сэр. И вам, лейтенант. Вперед! Марш! Они разделились. Командир капитан Дадли. Поедем за ним. Продолжение следует... Мы под перевалом дьявола. Черный кот должен напасть. И напасть быстро. Держись со мной, малыш. С той стороны за деревьями есть река. Займем позиции за ней. Пересекаем реку. Вперед, пересекаем реку. Держи. КОНЕЦ КОНЕЦ Внизу большая заварушка Останемся с капитаном Спешится! Субтитры создавал DimaTorzok Семенолы перешли реку, лейтенант Они заходят с флангов Юклер! Трубе отступления! Укрыться в скалах! Семенолы перешли реку Нравится новое хобби, малыш? Наверное, нет Звучит громче, чем симфония Да, и оркестр у них побольше нашего Пригни-ка голову Прекратить огонь! Думаете, они вернутся, сэр? Да, может и не один раз Побереги глотку, малыш И стратишь все воды, и солнце поджарит тебя Поднимемся выше Спешится! Что-то там сейчас будет Подождем тут и узнаем Катина! 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 Заходим! Заходим! Сержант! Обыскать все! Есть, сэр! Забирайте боеприпасы, какие найдете! Кто-нибудь говорит по-английски? Многие из нас говорят на твоем языке Твое имя Милауа Милауа? Женщина черного кота Ты и твой мальчик пойдете с нами И тогда никто из твоих людей не пострадает Куда вы забираете меня? Форт Кларк Вас с мальчиком освободят, когда будут возвращены жена Уилсона и его сын Нашли винтовки, капитан Почти новые Даже новее, чем у нас Хорошие Не могу понять, где они их достали И еще кое-что, капитан Блондинка и ребенок Это хуже, чем мы думали? Да, сэр Скажи правду Это была жена Уилсона? Скажи правду Это была жена Уилсона и ее малыш Уводите их, сержант Посадите ребенка и женщину на лошадь Пусть кто-нибудь из ребят едет с ними Есть, сэр Что вы тут делаете, Уилсон? Я не собираюсь устраивать вам неприятности, капитан Просто мы две недели выскиваем этот перевал Вы же ехали за мной Вы ведь ищете мою жену и мальчика Мы можем как-нибудь помочь Боюсь, у меня для вас плохие новости Уже нашли их? Мы полностью не уверены Моя жена была одета Их что, скальпировали? Мне жаль Если бы они были живы Мы бы их вернули в обмен на этих заложников Женщину черного кота и его сына Зачем же забираете их теперь? Могу ли я с вами поговорить? С глазу на глаз? Конечно Что вы собираетесь делать с этими краснокожими? Решение примет полковник Ханна Отвезем их к нему Но зачем? Отдайте их мне Вам? Вы же уже не можете вернуть мне жену и сына Вам больше не нужны пленные Просто отпустите их Это все, что вам надо сделать Помните, вы должны мне крупную сумму, капитан Я знаю, что вы не забыли об этом Все, что вы должны, я прощу В обмен на нее Нет, полковник Ханна может узнать об этом Откуда? Только вы и я буду знать об этом Скажете, что найдя скальпы Вы не усмотрели причины брать заложников Разве это вызвает вопросы, капитан? Что вы с ними сделаете? Вас беспокоит, что случится с парой краснокожих? Хорошо, Уилсон Вы заключили хорошую сделку, капитан Расскажите, полковник, о том, что я чувствую Моя жена и сын мертвы И ничто их уже не вернет А использовать женщин и детей это дико Мы не дикари Скажите ему еще, что я очень признателен за то, что вы сделали Жалею, что мы опоздали, Уилсон Увидимся в Форте Кларк где-нибудь через неделю У меня дела на юге Отпустите женщину, ребенка тоже Вы не берете их, капитан? Вы слышали мой приказ? Теперь это больше не нужно Возможно, мы будем в Кларке до того, как стемнеет Есть, сэр Высокое облако Новая попытка атаковать белых среди скал Вряд ли будет удачней Мы только потеряем больше людей и проиграем Дождемся ночи Вожди индейцев не воюют ночью Бог солнца будет разгневан Поскольку мой отец белый, бог солнца, возможно, разгневается лишь в полсилы Почему ты покинула каньон? Я лишь из женщин могла ехать быстро Что случилось? Женщина и малыша черного кота убили Милауа Как? Солдаты из форта ворвались в пещеру и забрали ее А позднее мы нашли ее и мальчика С ножами в спинах Теперь ты выберешь скалы Нет Есть другой путь Значит, мы отступим как женщины Мы уйдем Но сначала я кое-что сделаю Не уходите, прежде чем я вернусь Видишь что-нибудь? Нет Похоже, они занялись своими делами Парни беспокоятся, лейтенант Как долго мы будем тут отсиживаться? Дадим капитану столько времени, сколько возможно Вы могли бы вызвать подкрепление из форта? Возможно Дадим ему еще часов двенадцать Если он... Я желаю говорить с моим братом Серым Орлом Серым Орлом? Уже много лет не слышал, чтобы тебя так называли Должно быть, это сам Черный Кот Под мирным флагом Не стрелять! Черный Кот Это Кэм Эллиот В тебя не будут стрелять Чего ты хочешь? Выходи, чтобы я мог видеть тебя Поговорим как братья Продолжать говорить братья Будет практически семейная разборка Идете вниз? Черный Кот уважает мирный флаг, как и мы Подвохов не будет Здравствуй, Черный Кот Здравствуй, Черный Кот Он не врага В армии США Я не Серый Орел Каждый человек сам решает, куда идти Иногда это сложно Оставаться там, куда пришел И не имеет значения, чем это закончится Я пришел задать вопрос, Серый Орел Ты должен сказать мне правду У меня нет причин тебе врать Верю, брат мой Солдаты из Форта Кларк Убили мою жену и сына Сегодня на перевале Дьявола Что? Это твоих рук дело? Я ничего об этом не знаю Мы сделали так, чтобы ты покинул перевал Чтобы захватить заложников, которых можно обменять на миссис Уилсон и ее мальчика Ничего бы не вышло Миссис Уилсон была убита, когда пыталась зарезать одну из наших женщин А ее сын погиб, пытаясь помочь ей Я ничего не смог поделать Но Милауа никому не причиняла вреда Были толки о мирном договоре с полковником Ханна Но теперь никакого договора не будет Мы будем продолжать сражаться, как только можем До свидания, брат мой До свидания, Черный Кот Пусть люди спускаются и седают лошадей Эй, ребята, пошли! Все закончилось Только начинается Черный Кот утверждает, что капитан Дадли убил его жену и сына Что? Гляди Эскадрон! Стой! Похоже, форт серьезно потрепали Оставайся с ранеными Кто ранен? За мной! Эскадрон! Вперед! Приедем И Beau Вы так Похоже, spread Где полковник? Внутри, сэр. Черный кот, сэр. Меньше часа назад. Он забрал Сьюзан. Сьюзан? Но почему, Кэм? Это месть, сэр. Черный кот уверен, что его жена и сын были убиты капитаном Дадли. Убиты? Боже мой, Элиот. Мы только захватили их. Но не стали вести с собой. Жена и ребенок Уилсона мертвые. Так кто их убил? Уилсон. Должно быть Уилсон. Он ехал за нами. Уилсон? И с таким человеком вы оставили жену и ребенка наедине? Вы повели себя как дурак, капитан. Я бы никогда не позволил Уилсону покинуть форт. Неприятности связаны с вашим вчерашним решением, капитан Дадли. Вы знали, что он опасен. Кэм, вы найдете черного кота. Что он с ней сделает? Мисс Хан очень цена для него. Она женщина. Красивая женщина. Он купит много оружия. Думаете, они продают своих пленников? У них нет денег, чтобы покупать оружие, капитан. Полковник, я предполагаю, что черный кот поведет своих людей на юг. Через пустоши. Это невозможно. Там нет воды на 500 миль. У индейцев есть способы пересекать пустоши без воды, капитан? Не знаю, как они это делают, но уверен, что делают. Капитан Дадли, подайте мне карту оттуда. Ключевым фактором успеха будет озеро Мат. Оно пересекает в середине августа, иногда раньше. Полковник, мои люди смогут взять достаточно воды, чтобы догнать черного кота. Если капитан встретит нас на обратном пути с запасом воды, у нас все получится. Очень хорошо, лейтенант. И как долго мне посреди пустоши ждать ваш отряд? Дайте мне 72 часа. А что, если к этому времени вы не вернетесь? Значит, мы не вернемся совсем. Вы имеете право использовать любую тактику, какую сочтете подходящий лейтенант. Спасибо, сэр. Лейтенант, вы спланировали исключительно все под себя. В самом деле? Вы отлично знаете, что удержаться в армии я могу лишь женившись на нужной женщине. Я вполне могу быть судьей трибунала, даже над старшим по званию. Хотите, чтобы это произошло? Он был крепким парнем. Я знал Кэма Эллиоута уже давно. Если он за что-то брался, значит, намечалась заварушка. Я надеялся, что в этот раз будет полегче, чем в предыдущий. Брат Криса Тони остался с капитаном Дадли убочек с водой, в 15 милях позади. Решили, что это будет слишком суровое путешествие для мальчишки. Итак, мы оказались сами по себе. Все, что нам надо было сделать, пересечь пустоши, схватить черного кота, спастись Юзенхана и вернуться назад к припасам, не умерев от жажды или пули семенолов. Но я предвидел, что все будет не так просто. Как далеко нам еще ехать? Я больше не могу. Просто не могу. Пожалуйста. Мы едем с самого утра. Мы остановились лишь потому, что вы женщина, и вам нужен отдых. Вы можете поспать часа два. Я не могу заснуть. У меня болят ноги. Потрите их, и они будут в порядке. Но... Потрите. Женщины у индейцев никогда не возражают. Делайте, что говорю. Вашим ногам будет лучше, и мы поедем. Почему не говорите, куда меня везете? Завтра мы встретимся с другими людьми из моего племени. Послезавтра вы сами поймете, куда мы вас везем. Мой отец разыщет вас. Я буду к этому готов. Посмотрим, можете ли вы теперь встать. Вы женщина большой красоты. Это странно, что ваш отец, мой враг, наделил вас такой привлекательностью. Теперь это уничтожит его. Когда эскадрон остановился на ночь, Кэм, Крис и я пошли оглядеть окрестности, чтобы понять, как защищаться, если нас будут атаковать. И вот, что мы нашли. Думаю, тут скальпы жены и сына черного кота. Полагаю, так. Единственное, чего не пойму, как Уилсон проник в убежище черного кота незаметно для капитана Дадли. Интересный вопрос. Есть предположения? Никаких, которые выставляют капитана Дадли в лучшем свете. Со временем все прояснится. После того, как люди отдохнут, прикажите похоронить их. А потом мы обнаружили, куда черный кот привез Сьюзан. Это место Семенолы называли Долиной слез. Это название очень подходило ей. Почему я должна это надевать? Мое платье лишь поистрепалось, но оно еще хорошее. Ответь, ты можешь говорить? Я отвечу вам. Мы там, куда шли. Останемся в этой долине? Ненадолго. Сюда лишь один проход. Через каньон. Даже если солдат обнаружат каньон, мои войны не дадут им пройти. Вы так и не сказали, почему я должна быть одета, как индийская женщина. Вы пленница. Вас обменяют на оружие боеприпасы у белых, которые сюда придут. Пайоты, наваха, липаны. Мы ловим их и меняем каждый год в августе на оружие. Вы хотите продать меня? Как животное? Покупатели владеют серебряными рудниками. Им нужны рабы, чтобы работать там. Но вы красивые женщины. Кто-нибудь из молодых людей хорошо заплатит за вас. Это долина горечи, мисс Ханна. Мы называем ее долиной слез. Долина отчаяния. Мы отправляем рабов в отчаяние хлыстов и тяжелого труда. А потом мы берем оружие, которое мы получили за них, и возвращаемся к нашему отчаянию. Почему вы не хотите почетного мира? Вы сможете учить ваших детей в школах. Мира? Мир мы готовы принять. Но только немедленную смерть в резервации. Думаете, сын эсминолов простят вас за то, что вы не дали стать им цивилизованными? У меня больше нет сына. Старые ноги. День пути просто убивает. Теперь мы знаем, где проход в долину, Кэм. Сможем ли прорваться, если будет засада? Черный кот может нам доставить очень большие неприятности. Если мы пойдем сквозь проход. Если? Я сегодня хорошо глядел скалы вокруг. Мы не пойдем сквозь. Мы пойдем через. Через? Да. Сберемся наверх и посмотрим, что там снизу. Верно. Заняв вершины, мы загоним его в ловушку. В любом случае, надо опасаться засады. Пусть люди поспят 4 часа и выступаем. Надо добраться до подножия скал, пока еще темно. Оставим лошадей там и начнем восхождение. А теперь лучше поспать. Лейтенант разделил эскадроны и послал на вершину разными путями. В сражении с индейцами он считал хорошей идеей. Не класть все яйца в одну корзину. Единственное, что мне не нравилось в таком сражении, я чувствовал себя горным козлом. КОНЕЦ Отряды подходят в полном порядке. Хорошо. Хорошо. Если бы мы пошли через тот каньон, нас бы перебили. Воины черного кота повсюду. Видно деревню? Нет, она, наверное, и дальше по долине. Лучше укрепимся тут, прежде чем станем выяснять. Крис, отправь своих людей собирать камни и бревна. И побыстрее давайте, пока нас не заметили. Есть, сэр. Серый орел и солдаты не пошли через каньон, они на вершины гор. Мой брат хороший командир. Атакуйте их. Сбросьте вниз. Серый орел и солдаты не пошли через бал. Мой брат хороший командир. Знаешь, она заставила меня задуматься. Да, но... Лейтенант, они приближаются. Они пытаются окружить нас. Спенс! Возьми своих людей и перекрой тропу позади. Крис, ты со своими удерживай основную позицию. Да, сэр. Взвод! За мной! Занимайте позиции! Огонь! Ай-а-а! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...